Дворец памяти Но в оригинале на английском это может звучать как memory palace или mind palace Memory очевидно, что это дворец памяти, а mind значит разум Соответственно, эта формулировка прикольная и более четкая Интересная тема, но для того, чтобы понять, что это такое Давайте сначала проследим, в какие корни уходит, собственно, эта техника, которую использует Шерлок Интересный факт состоит в том, что упоминаний о ней очень мало То есть у нее были все шансы в какой-то момент просто пропасть с историей человечества И что они бы забыли Но, тем не менее, благодаря редким упоминаниям она все-таки сохранилась И сейчас многие о ней знают Прикол в том, что в оригинальных книгах Шерлока этой техники не было Она не присутствовала Потому что во время написания этих книг она была практически что утеряна Откуда у создателей сериала Стивена Моффетта и Геттиса могла появиться идея дать Шерлоку такую вот обилку? Ну, во-первых, это потому, что они были знакомы с Дерреном Брауном Почему я говорю, что они не просто у него взяли эту технику, а были с ним знакомы? Это известный иллюзионист, которого можно сейчас увидеть на телевидении, он много программ ведет Это потому, что они друг друга знали, он даже участвовал в съемках Шерлока, собственно Кто смотрел Шерлока, это вот этот чувак, который, собственно, вырубает Джона во втором сезоне, в третьем эпизоде Второе упоминание, о котором знали создатели Шерлока, это в книге про Ганнибала Лектора Ганнибал упоминал, что если бы он был пойман и посажен в тюрьму, то шансов его увидеть там Или как-то с ним взаимодействовать у остальных были бы равны к нулю Потому что он мог и практиковал жизнь годами в своих чертогах разума И мог их использовать для того, чтобы находиться там постоянно Ну и никакое количество наркотиков или психотерапии не могли убрать эту способность у этого удивительного человека Следующее упоминание было в 1966 году одной барышней, которой звали Фрэнсис Амелия Йейтс Она — английская история культуры Возрождения И основная исследовательская тема ее — это способы подражания и передачи традиций в культуре, механизмы их синтеза и переработки в переходную эпоху Возрождения Собственно, ее очень сильно интересовала эта тема, и она, таким образом, раскопала много информации В частности, о деятельности такого человека, как Джордано Бруно Джордано Бруно — это итальянский монах, который в свое время, а это 16 век, конец 16 века Он высказывал очень много догадок, которые опередили его эпоху То есть о том, что звезды — это далекие солнца, что Вселенная бесконечна, что есть множество миров и вот все вот это За что его в 1591 году он был приглашен молодым венецианским аристократом на обучение искусства памяти и переехал в Венецию И после этого этот аристократ, которого звали Джованни Мачениго, его наслушался, решил, что он еретик, сдал его церкви И после этого он был католической церкви, осужден насмерть, его благополучно сожгли А теперь уже самые древние упоминания этой техники Зародилась она в Древней Греции, но после этого ее еще использовал такой человек, как Марк Тулий Цицерон В честь него она, собственно, и названа Есть еще два названия этой техники, которые называются «Римская комната» или «Метод Цицерона» Он прославился тем, что он никогда не использовал в своих выступлениях записи, восприятия по памяти множество фактов, цитат, дат и прочего Но еще до него, и успешно этот метод использовал древнегреческий поэт Симонит Киоский Он был одним из самых значительных древнегреческих поэтов, и жил в, собственно, вот эти вот даты, которые вы можете видеть внизу Это годы его жизни, вот это первое упоминание об этом методе, который у нас есть И в связи с конкретно этим случаем есть некая легенда, что Симонит в какой-то прекрасный день он читал какую-то там поэму на балу на знатном вечере И потом он выходит из здания, и здание за его спиной рушится, и все, кто были внутри, умирают И что было огромной трагедии, потому что здание настолько раздавило людей, что невозможно было опознать их останки И их не могли, собственно, по всем почестям похоронить Но Симонит смог определить по расположению того, где каждый из них сидел, кто, собственно, где, и как их зовут И так он просто брал и подводил родственников на это место Это лишь легенда, но это считается первым упоминанием Искусство запоминания, как таковое, было чрезвычайно важно в дописьменные времена Особенно для поэтов, для шаманов и для прочих сказителей Потому что им нужно было запоминать огромный объем информации И даже после того, как книги появились в обиходе, эти техники все равно имели определенную силу Потому что книге это было очень дорого, очень сложно Особенно потому что много времени проводилось в пути И у ученого с большой вероятностью в библиотеке был бы шанс прочитать книгу только один раз Поэтому ему нужно было очень усиленно это все запоминать Итак, первые известные тексты по мнемонике создали древние греки Почти все техники и трюки, которым пользуются современности Были описаны вот в этом учебнике Риторика от Хренюм Которая написана на латыни между 1986 и 1982 годами до н.э. И они широко практиковались в Древней Греции Тренировка памяти считалась основой классического гуманитарного образования Наравне с грамматикой, логикой и собственной риторикой Студентов учили не только тому, что запоминать, но и тому, как запоминать И это считалось признаком высшего общества Одна из причин, по которой это искусство могло быть утеряно Это потому что после появления книг находились писатели и ученые Которые считали, что вот эти вот все техники — это приемы варваров И они сейчас нам нужны, мол, дайте дорогу книгам Эта техника относится к такой штуке, как мнемоника или мнемотехника Это совокупность специальных приемов и способов, облегчающих запоминание нужной информации Мнемоника происходит от греческого слова «мнемоник», что означает «из памяти» Она может принимать много форм, включая стихи и акронимы И, собственно, чертоги разума являются одной из этих техник Мнемоническим методом С тех пор, как эти все приемы вернулись в наше время и стали известны С 1991 года проводятся чемпионаты мира по запоминанию Где люди запоминают кучу бесполезной информации Типа порядок колоды в карт или какие-то числа подряд лица и прочее Если спросить у этих людей, в чем особенность их великой памяти И по каким условиям она у них стала такой классной Все ответят, что их память не отличается совершенно никак от обычного человека И все те, кто в этом преуспел, используют, собственно, эту технику чертоги разума Теперь, когда мы поняли, откуда это все взялось Давайте же разберемся в том, как это работает Гиппокамба отвечает за такие вещи, как кратковременная память Долговременная память, декодирование информации и пространственное ориентирование Собственно, в этих всех пунктах и лежит секрет того, почему эта техника работает Также есть такое понятие, как память двухсостояния О том, что гиппокамб удерживает информацию, которую мы получаем во время дня Во время бодрствования и во время сна переводит ее в кору больших полушарий Вот этим всем также объясняется, что, например, при поражении гиппокампа Или, например, когда у нас возникает синдром Корсакова, запаливание При сравнительной сохранности следов долговременной памяти Утрачивает память на текущее событие Почему? Потому что, например, все, думаю, слышали о таких ситуациях Когда человек забывает свое прошлое Допустим, каждый день он просыпается, и у него обнуляется память Как будто он просыпается на какую-то определенную дату Или там пять минут, есть разные промежутки этого времени Но при этом он не забывает, как ходить, как есть, как его зовут И вот эту всю информацию Почему так происходит? Потому что человек утращивает способность к кратковременной памяти При этом сохраняет долговременную память Из-за того, что эти два процесса разделены в разные этапы Он и не утрачивает то, что он знал до момента возникновения этой болезни Так, это инструменты-мнемоники То, чем мы руководствуемся, собственно, для того, чтобы чертоги разума работали Это воображение, ассоциации и локации Это вот самые основные Воображение — это то, что мы используем, чтобы создать сильную ассоциативную связь И чем лучше ты себе визуализируешь ситуацию, тем лучше она будет всплывать при необходимости Образы, которые ты используешь, могут быть сколь угодно несуразны, жестокие и так далее Главное, чтобы оно запоминалось Более того, чем нелепее и несуразнее будет образ и ситуация, в которую вы себе вообразите Тем лучше ваш мозг ее запомнит Кто знает, что это такое? Не все знают, поэтому я немножко опишу Эти понятия относятся к так называемой репрезентативной системе Означающей преимущественный способ получения человеком информации из внешнего мира И различают вот эти вот следующие этапы Конечно, в какой-то момент они не признаны, что считаются стереотипом Что человек говорит, я визуал, я аудиал На самом деле нет людей, которые конкретно воспринимают только одним определенным образом У большинства людей все эти качества смешаны Что это значит? Если вы сейчас попробуете вспомнить какую-либо ситуацию Допустим, что вы ели с утра, а какой у вас был завтрак Если первое, что вы вспомните, это чувство одеяла в вашей кровати То вы кинэстетик, вы все вспоминаете по ощущениям, по тактильным ощущениям Если первое, что вы вспомните, это как работала микроволновка Или как там готовилось что-то Или там, не знаю, птички пели за окном То вы аудиал Первое, что вы вспоминаете, это аудиальная информация Если вы вспоминаете, как выглядела ваша яичница Как выглядела ваша кофе, на который вы смотрели Какие птички были за окном То вы визуал Есть еще такое четвертое, которое я была очень удивлена найти Дигитальное восприятие информации Которое считается, что человек ее вспоминает Только посредством информации, логики, рациональных связей Чисто текстом, не имея никакого визуального воплощения за словами Во что я не очень сильно верю Но если кто-то из вас такой есть, то вы к этому относитесь Это все лишь теория Но тем не менее, если вы знаете очень точно Что у вас преобладает какая-либо из этих систем восприятия То это может вам помочь Потому что вы будете знать, какие именно ассоциации вам простраивать На что давить лучше, чтобы вы запомнили эту информацию Которую вам нужно запоминать Итак, перейдем к процессу, как это собственно делать Вы сейчас, наверное, этого не ожидали Но все, кто действительно заинтересован в том, чтобы использовать эту технику Закройте глаза Есть такие, есть такие, отлично Первое, что вам сейчас нужно сделать Это вам нужно вспомнить место Главное условие этого места Это в том, чтобы у вас не уходило никакого времени на вспоминание его подробностей Чтобы оно было вам очень хорошо знакомо Это может быть ваша школа Это может быть квартира, в которой вы жили в детстве Главное, чтобы вы это место очень хорошо знали Причем подмечу, что оно может быть воображаемое, покуда оно соответствует вот этому пункту Чтобы вы его очень хорошо знали Теперь почувствуйте себя в этом месте Очень важно от первого лица не начинайте рассматривать себя как предмет этого места Со стороны от первого лица Посмотрите вокруг Вторым этапом вам нужно выбрать маршрут Как вы будете ходить по этому месту? Вы можете идти прямо, если это улица с работы на дом Вы можете ходить по комнатам, но только в определенном порядке, если это ваш дом Начиная, допустим, с обхода Выбирайте место, с которого вы начинаете Почему это важно? Потому что вы всегда будете повторять один и тот же маршрут Каждый раз возвращаясь в чертоги разума Следующим этапом вам необходимо посмотреть на то, что вас окружает И вот так вот с пальцем показывать Пронумеровать каждый из предметов Из больших предметов Лучше не выбирать что-то маленькое, типа стакан воды Которые находятся вокруг вас Это может быть что угодно Определенная стенка, окно, диван Здесь у меня компьютер Вам нужно их по порядку пронумеровать И запомнить, как вы их пронумеровали Это станет у вас лучше, это запоминание Если вы повторите несколько раз Итак, каждому из предметов, которые у вас находятся Вы дали очень четкую нумерацию В дальнейшем, когда вам нужно будет запомнить какую-либо информацию Вы выберете комнату или место, которое будете использовать для кратковременной памяти И с помощью ассоциаций вы привяжете эти ассоциации к номерам, которые вы придумали Допустим, я вам предложу запомнить первым воду Вторым собаку А четвертым космос И есть определенное количество ошибок, которые можно сделать Если вы подумаете, что у меня седьмым номером вот этот коврик, на котором у меня лежит собака Поэтому, наверное, я помещу ее туда Нет, не делайте этого Очень важна нумерация и структура, которая в этом всем работает Итак, первая у вас вода Запомним, что это должна быть очень яркая ассоциация Вам нужно запомнить воду Идеально, если она, допустим, вообще будет литься с потолка водопадом на ваше кресло или на что-нибудь еще И вы будете прям чувствовать брызги, которые добавят еще эмоциональное какое-то ощущение И вы точно запомните, что первое, блин, вода Допустим, вторая у вас собака и у вас там компьютер Не представляйте себе собаку как заставку на компьютере Это слишком легко Заставка может меняться сколько угодно Представьте себе, что собака мешает вам пройти Что она грезет ваши вещи И вы такие, какого черта Что она гавкает И вы слышите это, добавляет аудиального восприятия Четвертое было космос Отлично, пусть это будет хоть порталом в другой мир Пусть это будут снимки Хаббла Которые вы видите как в живую, как в настоящую Где-нибудь там порталом через стену Это должно быть очень ярким и очень ощутимым То есть это ваш внутренний мир Вы можете фантастику себе продвигать насколько угодно Главное, чтобы информация запоминалась Далее можете открыть глаза Я во время вопросов спрошу кого-нибудь из вас Как вы их расположили Мне очень интересно, правда Потому что интересный факт То, что вы себе представите Обязательно будет проецировать то Как вы думаете и как вы воспринимаете окружающий мир И это очень интересный факт Из-за которого можно в принципе делать деконструкцию себя В каком-то смысле Если вы представили себя Вот есть некоторые люди Которые сразу представляют себя там, где они сейчас есть Это отчасти значит, что вы не даете своему воображению Никакой свободы Что вы живете только сейчасшим моментом И всегда находитесь в том, где вы есть Также, если это коридоры Это будет говорить об одном Тут уже я не берусь судить Я думаю, что психологи об этом судили бы гораздо лучше Но факт остается фактом Вам не нужно придумывать место Оно у вас есть, потому что у вас уже есть какая-то система По которой вам легче думать Вы по-другому просто не сможете себе ничего придумать Вот Повторить Это нужно повторять очень часто Почему не стоит сразу сходу чувствовать себя Архитектором из инцепшн И такой У меня здесь будет новый мир А здесь будут драконы летать Я вообще буду здесь жить Потому что здесь слишком клево Я это сам придумал Потому что это так легко не работает Чтобы это место у вас в голове прям материализовалось Это нужно повторять очень часто и регулярно Но достаточно будет хотя бы 10-15 минут в день Это очень похоже на медитацию Просто находите для этого времени И ходите по своим чертогам разума Просто прохаживайтесь по ним Посмотрите, как ведут себя воспоминания Которые вы там оставили И, собственно, суть состоит в том Чтобы, когда вы возвращаетесь То, что вы туда поместили Должно там оставаться Должно там опять быть Вы должны опять его увидеть При достаточно частой практике Вы можете использовать это пространство Как вам удобно И вы можете, например, отделить временную память У меня будет комната для временной памяти А будет локация для долговременной Здесь я буду структурировать другую информацию Но суть остается сутью Даже если вы не очень творческий человек У вас не очень офигезное воображение Вы не знаете У вас не очень хорошо с ассоциациями То у вас продвинутся эти способности У вас продвинутся концентрация У вас продвинутся креативное мышление Потому что креативное мышление Это просто способность Связывать между собой неочевидные вещи Если же вы уже креативный и творческий человек То вам легче всего это удастся И используйте эту технику Так как вам будет удобно И можете стать следующим Шерлоком Спасибо за внимание У меня вопрос такой Как, грубо говоря, эту технику нужно, допустим, долго развивать Чтобы быстро уметь запоминать что-то Потому что сложность начинается не тогда, когда у тебя много времени На то, чтобы что-то запомнить А тогда, когда времени очень мало А информации, например, много И, например, можно ли как-то это использовать Для запоминания информации из книг То есть там бывают образные моменты яркие А бывают, когда ты хочешь что-то запомнить Шутки какие-то Но я, например, очень плохо шутки Запоминаю анекдоты Там подстава Что делать? Окей, здесь на самом деле два вопроса Первый насчет того, что Можно ли быстро запоминать А второй насчет запоминания книг Да, можно быстро запоминать Потому что если ты это очень часто практикуешь Как происходит практически с любой деятельностью Это превращается в навык Это становится автоматическим Для этого, вероятно, понадобится Зависит от личных качеств Но это может понадобиться около года Может полтора Но рано или поздно Это станет автоматическим навыком Который будет принимать любую информацию На которую ты направишь свое внимание И такой Я хочу это запомнить У тебя начинают эти ассоциации Просто простраиваться уже Одновременно с тем Как ты можешь нормально вести свою жизнь Второе Это насчет книг Насчет неинтересной информации Которую нужно запомнить Фишка состоит в том Чтобы информацию Которая вам неинтересна Как делают эти чуваки Которые на конкурсах Запоминают рандомные карты Или цифры Им это нифига не интересно Суть техники состоит в том Чтобы неинтересную информацию И неудобную для запоминания Нашему мозгу Превратить в интересную И удобную для запоминания То есть суть состоит в том Чтобы найти ассоциацию Нить Какую-то связь Которая будет лично вам интересна Или близка И связать ее с этим событием И простроить ассоциацию И поместить куда-то И вот тогда ты точно это запомнишь Второе Это насчет книг Когда очень много текста Естественно Не нужно запоминать Каждое предложение Или каждое событие Здесь уже включается в работу Очень простая структура Разделения на пункты То есть ты выставляешь якоря Под каждое событие Которое для тебя важно Простраиваешь ассоциацию Этим якорям Которые вот такие Как папочки Просто потом распадаются На больше информации Собираются в одной Как ты структурируешь Информацию у себя на компьютере То есть здесь работает Все точно так же Одна ассоциация Может вести к двум И следующим А они распадаются На еще больше информации То есть здесь Очень нужно хорошо Простраивать именно Структуру якоря И пункты Точно так же Например презентации Лично для нас Являются пунктами По которым мы идем Такие И дальше Каждая из них Разворачивает за собой Определенную глубокую информацию Такова структуризация Спасибо Еще вопрос появился Про людей С эйдетической памятью Которые запоминают Все То есть Известно ли вам Каким образом это работает У них там Супер гиппокамп Или что Как они это делают Ну во-первых Да У них скорее всего Это все очень сильно Почему я подмечала Что это похоже на медитацию Потому что Повышается очень Уровень концентрации И внимания Того что происходит Вокруг тебя То есть мы очень много Времени проводим В автоматическом режиме То есть Мы не замечаем Мы привыкли Что ходить это так Мы не тратим на это Больше никакого времени Мы привыкли Что здесь В этом доме Комнаты расположены так Мы тоже не тратим На это времени Но есть люди Которых очень сильно Развита конкретно Концентрация на вещах То есть Как бы у них Хорошо получилась бы Медитация Или долгие какие-то Работы над Какой-то Очень мелкой работой Или Ну и что-либо Наподобие То есть Если ты К этому кстати Она и дедукция У Шерлока Что если ты Умеешь концентрировать Информацию И всегда быть В моменте Здесь и сейчас И смотреть что вокруг Происходит у тебя Ты это не забудешь Ты будешь помнить Что с тобой происходит Если ты Не уходишь В голову Мысль Не переходит В автоматический режим Дом Работа Работать Короче Дом Семья Вот Если развивать Концентрацию И внимание То это Это вполне реально Конечно Спасибо Спасибо Продолжение следует...